Чай с лимоном. Польза и вред. Когда за окном ненастная погода, так хочется закутаться в теплый плед, взять для чтения интересную книгу и кружку горячего чая с лимоном или кофе. Большинство предпочитают пить чай с лимоном, иногда даже не осознавая, насколько данный напиток полезен для организма. При этом не все знают, он дает настоящую пользу только тогда, когда правильно заварен. Но обо всем по порядку. Состав чая. Естественно, химическая составляющая чая достаточно разнообразна, так как включает в себя около 300 компонентов. Итак, состав чая состоит из дубильных веществ. Это танин, за счет него образуется терпкий вкус чая и эфирные масла. Алкалоидов, это теин, другими словами, чайный кофеин, который стимулирует нервную систему. Белков и аминокислот, которые влияют на метаболизм организма. Почти всех известных витаминов, к примеру, содержание витамина П в чае больше, чем в любой иной растительной культуре. При этом сюда входит еще и витамин С, который поступает вместе с лимоном. Минеральных веществ и органических кислот осуществляется соединение калия, фтора и фосфора. Пектинов. Польза чая с лимоном. Первоочередная польза чая с лимоном заключается в присутствии в нем аскорбиновой кислоты, которая повышает защитные функции организма. Витамин С отлично помогает организму усваивать железо и поддерживать стабильность коллагена, находящегося в стенках кровеносных сосудов, костях и суставах. Чай с лимоном может выступать и как лекарство при гипертонии, артрите и цинге. Горячий напиток полезен еще тем, что в нем содержится в большом количестве кальций, который стимулирует здоровое кровообращение, тем самым оберегая мышцы и кости от разрушений. Чай с лимоном необходим при первых симптомах инфекционного заболевания дыхательных путей, к ним относят астму, кашель, насморь. Он способен принести облегчение в случае воспаления слизистых оболочек. В сильную жару чай с лимоном способен унять чувство жажды. Кроме этого, способствует лучшему усваиванию питательных веществ организмом, поэтому его можно пить и при обезвоживании. Чай с лимоном богат антиоксидантами, которые ликвидируют свободные радикалы и способен предупредить возникновение инфекций, так как является хорошим антисептиком. Помимо этого, благородный напиток улучшает пищеварительные процессы в организме. Зеленый чай с лимоном. Польза. Достаточно мощным оружием становится сочетание зеленого чая с лимоном. Зеленый чайный напиток считается сильным антиоксидантом, который способствует очищению организма от шлаков и токсинов, провоцирующих множество заболеваний. Если организм зашлакован, то его иммунитет ослаблен, значит и возникновение болячек будет чаще. Таким образом, зеленый чай с лимоном полезен благодаря присутствию в нем флавоноидов и антиоксидантов, увеличивая свою мощь в 7 раз, помогая иммунитету эффективнее защищать организм. Чай с лимоном для похудения. Кроме этого, зеленый чай в комбинации с лимоном превосходно помогает при снижении веса, так как содержит очень сильные полифенолы. Лимон в зеленом чае не только улучшает пищеварение и избавляет от запоров, но также и улучшает внешний вид кожи. Чтобы почувствовать истинную пользу зеленого чая с лимоном, в него можно добавлять цветки липы, ромашку, имбирь, мед, малину, чабрец, мяту и другие травы, которые не только облагородят чай, но и подарят свои целебные свойства организму. Люди, мечтающие скинуть лишний вес, могут побаловать себя чаем с имбирем и лимоном. Такой более насыщенный вкусом и пользой напиток не только согреет, но и поможет избавиться от лишнего веса. Как правильно пить чай с лимоном? Не всем известно, что лимон нежелательно класть в горячий чай, так как происходит разрушение аскорбиновой кислоты. Чай при этом не теряет свой безупречный вкус, но он теряет свои полезные свойства. Чтобы не допустить такой потери, лимон необходимо класть в чай, когда последний немного остынет, то есть станет теплым. Однако не все люди предпочитают пить теплый чай, многие любят в горячем виде. Для них рекомендуется лимон употреблять в прикуску. Лимон в таком случае нарезают дольками, посыпают сахаром, и перед тем, как сделать глоток горячего напитка, сначала съедают дольку цитруса, потом запивают чаем. Таким образом из лимона извлекается максимальная польза. Как правильно заварить чай? Каждый человек имеет свое вкусовое предпочтение в выборе чая, но независимо от этого критерии правильного заваривания благородного напитка одинаковы. Заваривая чай в специальной для этой процедуры емкости, ее обязательно необходимо обдать изнутри кипятком. Затем, исходя из объема чайника, кладем в него чай и заливаем крутым кипятком. При этом следует брать во внимание, какой вид чая вы завариваете, так как для каждого сорта чая необходима своя температура заваривания. Если заваренный чай был использован в течение часа, его можно залить повторно, но с меньшим количеством воды. А некоторые элитные сорта чая можно заваривать и более пяти раз, при этом лимон, конечно, желательно каждый раз добавлять заново. Вред чая с лимоном Вред у чая с лимоном практически отсутствует. Но от него стоит отказаться тем, у кого имеется аллергия на экзотические фрукты и повышенная кислотность. Также беременным женщинам стоит быть аккуратными с данным напитком, так как чай с лимоном может спровоцировать изжогу. И кормящим матерям лимонный напиток стоит не спеша вводить свой рацион, чтобы не вызвать у малыша диатез и колики, о которых мы, кстати, писали. Как видите, однозначно полезный чай с лимоном, о пользе которого мы недавно писали более трех страниц, способствует общему оздоровлению организма, а если вы еще будете после этого есть полезный лимон вместе с не менее полезной и богатой витаминами шкуркой, его польза для вас будет просто неоценимой. Вы сможете чувствовать ежедневно прилив энергии, хорошее настроение и не будете знать, что такое простудное заболевание. Если у вас нет медицинских противопоказаний для питья такого благородного напитка, то как зимой, так и летом советую его употреблять почаще, а заварив правильно, вы сможете насладиться не только его чудесным ароматом, но и бархатным вкусом. А также лимон можно просто добавлять в воду летом и легко сочетать и с другими полезными растениями и фруктами, поэтому в следующем рассказе читайте отдельно о пользе и вреде чая с мятой и пользе чая с имбирем, медом, шиповником, яблоками, корицей, бергамотом и многими другими. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!